Деньги делать онлайн можно, проверено на себе. Все, что вам нужно, это правильная информация, которая покажет, что возможностей в интернете полно. Всем привет! В этом видео я расскажу вам о пяти, на мой взгляд, самых эффективных способах заработать свои первые 100 тысяч долларов в интернете. Все это исходит из моего личного опыта, немножко о себе. Уволилась в работу полгода назад, так как ненавидела каждый день, проводимый на работе. Начала свой бизнес, перепробовала все, что угодно, и сейчас я зарабатываю около 4 тысяч долларов в месяц онлайн, и все мои деловые операции происходят исключительно онлайн. Как я уже рассказывала в этом видео, которое набрало больше 100 тысяч просмотров за 8 дней, я начала зарабатывать, будучи фрилансером на Fiverr, создавая UGC-контент. UGC — это видеообзоры различных продуктов для рекламы на ТикТоке. Моими клиентами являлись различные бренды и мобильные приложения. Потом у меня появилась такая идея, а почему бы не расширить эту деятельность, нанять таких же креаторов, как и я, и заняться поиском клиентов. Ведь портфолио у меня есть, и я уже неплохо зарабатываю на Fiverr, почему бы не удвоить, утроить свой заработок. Так я и создала компанию, которая создает UGC-контент для мобильных приложений, которые они потом рекламируют на ТикТоке, Фейсбуке и так далее. Немножечко апдейта. Последний наш клиент был мобильный разработчик из Турции, очень крутой. Вот пример одного из видео, которое мы отсняли и отредактировали для них. И сделка была на 2700 долларов. Не буду вдаваться в подробности этого бизнеса, я уже все подробно рассказала в предыдущем видео. Поэтому, если интересно, переходите туда. Тут немножечко такой дисклеймер. Я никого не призываю увольняться с работы. У каждого, на мой взгляд, разный аппетит к деньгам. И одна из причин, почему я ушла с работы, это потому что мне хотелось заработать больше денег. На предыдущей работе моя зарплата была 50 тысяч долларов в год. Сейчас, 6 месяцев спустя, я зарабатываю примерно так же, около 4000 долларов в месяц. Но здесь есть огромное «но». Во-первых, это намного меньше стресса. Второе огромное «но» — это потенциал моего бизнеса. Повышение заработной платы происходит максимум на 5%. Ну, в Корее. Мне кажется, в других странах, наверное, так же. Когда это ваш бизнес, там потолка нет. Например, с одним моим клиентом у меня была сделка на 1600 долларов, а с другим на 2700. Чувствуете разницу? А если таких сделок 5 месяц, я уже зарабатываю 100 тысяч долларов в год. Все зависит от меня, все зависит от сделки. И к чему я все это? Это то, что те, кто стремится к безлимитному доходу, вот для кого я снимаю это видео. Давайте теперь перейдем к первому, на мой взгляд, самому быстрому пути к вашим 100 тысячам долларов. Это, благословите ее, электронная коммерция. Продажи на Wildberries, Shopify, eBay. Так, как это работает? Вы находите продукт, который имеет потенциал, регистрируете его на маркетплейсе, идут продажи, идет доход. Самое классное — это то, что это дело можно полностью превратить в пассивный доход. Продажи будут идти, даже когда вы спите. То есть вы не будете привязаны ни к месту, ни ко времени. Можно построить целый бренд на этом. Давайте сразу перейдем к тематическому исследованию. Уди, мой любимый, наверное, кейс-стадий такой. Австралийский парень по имени Дэйви создал теплые, удобные толстовочки в виде одеял. Идея вообще супер, на мой взгляд. Если я не ошибаюсь, все его производство идет из Китая, где они шьют эти толстовки, чья себестоимость, скорее всего, составляет максимум 10 долларов за единицу. А на его сайте они стоят 74 доллара. И сейчас компанию Ути оценивают 250 миллионов долларов. 28 лет чуваку. И все это благодаря электронной коммерции, ТикТоку, классной идее и гениальному маркетингу. И что лично меня вдохновляет в этом кейсе, это то, что это не rocket science. Не обязательно создавать следующий Google или какую-нибудь инновативную крипту. Можно вот создать вот такие милые одеялки в виде худи и стать миллионером. Да даже далеко не будем ходить. Я знаю людей из Кыргызстана, которые делают по 20 тысяч долларов в месяц на Wildberries. Например, Айпери, Лиля, Айпери, например, мы создала свой бренд женской одежды, который они отшивают в Кыргызстане и продают на Wildberries. Конечно, тут весь залог успеха лежит в знаниях, в опыте, в одержимости идеи построения бренда. Но сейчас вот простая девушка из Кыргызстана, мама, очень молодая, зарабатывает там, я не знаю, у них оборот 1 миллион, ну почти полтора миллиона в месяц. Нужно, конечно, уметь и знать, как находить выигрышный продукт, анализировать конкурентов, как строить бренд, делать SEO-оптимизацию, чтобы ваш продукт высвечивался на первых страницах маркетплейсов. В интернете полно вообще информации по этой теме. Ну и, например, могу посоветовать Айпери, так как уже давно слежу за ней, как я уже сказала. Она прошла через нелегкий путь, не переставала обучаться продажи на Wildberries и достигла многих высот. Сейчас она вдобавок обучает выходу и продажи на Wildberries, поэтому, если интересно, вот инстан, напишите, пройдите ее курс и давайте начнем зарабатывать деньги все вместе. Следующий способ заработать ваши первые 100 тысяч долларов онлайн, не имея своего продукта или бренда, это дропшиппинг. Такой менее рискованный способ. Дропшиппинг — это когда вы находите продукты онлайн и перепродаете их через TikTok, Facebook, Google Ads и так далее. В отличие от собственного бренда, вы не храните инвентарь, а перепродаете чужие товары. Вы делаете маржу и не обязаны заниматься доставкой продукта. Звучит круто, но на маркетинг продукта уходит очень много денег. Вдобавок к этому, так как вы продаете не свой продукт, любой может перепродавать то же, что и продаете вы. И, как правило, у выигрышных продуктов очень много resellers, что означает больше конкуренции для вас. Поэтому дропшиппинг звучит круто, если вы умеете делать вирусные видео в TikTok. Мой любимый кейс, смотрите, вот этот вот чувак покупает вот эту вот палку для растяжки за 15 долларов на Алиэкспрессе, создает TikTok аккаунт, делает видео с этим продуктом, одно из которых набирает 55 миллионов просмотров. Вы представляете? Люди видят это видео, заходят на его профиль, кликают на ссылку в описании и переходят на его сайт, где он продает этот же продукт уже за 40 долларов. Вот это маржа, да? Итак, возвращаемся к этому чуваку. У него нет никаких затрат. За маркетинг он не платит, весь трафик органичный. И еще, я уверена, он не хранит инвентарь. Когда происходит заказ на его сайте, он связывает заказ с Алиэкспрессом через вот эту вот программу DSRs и таким путем делает очень большие деньги. Давайте теперь вместе посчитаем, сколько этот парень заработал из одного вот этого вот вирусного TikTok ролика. Итак, средний рейтинг кликов обычно составляет 1% для бесплатных видео в TikTok. 1% от 54 миллионов, это 540 тысяч, которые зашли на его сайт. Средний коэффициент конверции вообще в целом в электронной коммерции составляет около 2,5-3%. 2,5% от 50-40 тысяч посетителей на его сайте, это 13,5 тысяч продаж. Теперь давайте самое интересное, посчитаем прибыль. Продает за 40 долларов, покупает за 15 с доставкой. Прибыль 25 долларов от одной продажи. Умножаем 13,5 тысяч покупок на 25 долларов на маржу и мы получаем 337 500 долларов. Чистой прибыли заработал чувак, делая вирусные видео на TikTok. А это на секундочку годовая зарплата топовых CEO тут в Корее. Вот это вот сила органики я называю. Есть люди, которые очень много денег на этом заработали, но таких, как правило, мало. Надо, опять же, уметь создавать вот эти вот viral videos, надо уметь, надо иметь глаз на контент, который зайдет. Если заинтересованы в модели дропшиппинг, советую поискать в TikTok фразу TikTok made me buy it или Amazon made me buy it и проанализировать эти видео с миллионами просмотров. Следующий способ заработать свои первые 100 тысяч долларов это монетизация ваших скиллов с целью построения бизнеса в будущем. Это то, чем я сейчас занимаюсь. Как некоторые из вас знают, я два с половиной года работала в компании, будучи в позиции performance marketer. Обучалась рекламе на Facebook, на Google, в TikTok. Изучила важность креативов. Я знаю про вот это вот 3-second hook, знаю про оптимизацию бюджета. Да, и в целом очень хорошо знаю сферу мобильных приложений. То есть сначала вы оттачиваете какой-либо навык, создаете клиентуру, и когда уже вас одного не хватает на всех, тогда вы начинаете нанимать людей. А когда вы начинаете нанимать людей, которые делают все за вас, и деньги идут без вашего такого direct вклада, тогда вы уже, тогда это уже бизнес. И как видите, бизнес можно создать из вообще любого навыка. Теперь давайте перейдем к навыкам. В топе 10 самых востребованных навыков в этом десятилетии это маркетинг. Маркетинг в соцсетях, performance marketing, email marketing. Мы живем в мире, где правят соцсети. Сейчас нет ни одного бренда, у которого нет странички в Инстаграме или ТикТоке. Большинство продаж происходит онлайн благодаря маркетингу. Поэтому специалисты в этой сфере очень важны. Как мы это уже обозначили, умение создавать вирусный контент может принести сотни тысяч долларов, и люди это понимают. Из личного своего опыта могу сказать, что в сфере маркетинга лежит очень много денег. Кто уже давно смотрит мой канал, знает, что я работала в гейм-компании в позиции User Acquisition Manager. На Фейсбуке, на Гугле, в ТикТоке, на всех этих major channels я создавала рекламу, campaigns по привлечению пользователей в наши игры. И знаете, бюджеты были совсем немалые. Бывало, что мы тратили по 10 тысяч долларов в день на привлечение пользователей, так как другого пути не было. И тогда я поняла, что маркетинг — это очень ценный скилл. На правильной оптимизации бюджетов и креативов можно сэкономить очень много расходов. Поэтому зарплата у крутых performance marketers достигает даже 150 тысяч долларов в год. И многие из них зарабатывают очень хорошие деньги, будучи фрилансерами. Хочу с вами поделиться на своем же опыте еще одним доказательством того, что маркетинг — это очень большие деньги. Когда я только уволилась с работы, мне помогал мой друг, который продает свой товар на своем сайте. И тогда мне нужны были деньги, чтобы содержать себя, и он мне предложил стать его фрилансером, имейл-маркетологом. У него уже был список имейлов его клиентов, который всегда пополнялся, так как он ежедневно посылал туда трафик. Я в неделю два раза высылала имейл-компании, которые примерно выглядели вот так. Дискаунт-коды, инфомерсиалс, стратегий по имейл-маркетингу полно. А самое шокирующее — это доход от этих компаний. На самом многое одна компания принесла 950 долларов. Это означает, что люди открыли эти имейлы, кликнули и в сумме купили эти товары на 950 долларов за одну рассылку. А таких я отправляла там 5-6 в месяц, бывало. Поэтому, если интересно, есть способ зарабатывать деньги, будучи имейл-маркетологом для различных e-commerce брендов. Следующий топовый скилл — это видеопроизводство, монтаж и съемка. Сейчас, как мы все знаем, creator economy — индустрия заработка на контенте инфлюенсерами — оценивается более чем в 100 миллиардов долларов. Даже не миллионов, миллиардов долларов. Сейчас каждый второй школьник мечтает стать ютубером, включая меня, хоть я и не школьник давно. А это означает больше спроса на хороших монтажеров. Всем нужны монтажеры, все хотят стать ютуберами, все хотят делать то, что я делаю сейчас. И с увеличением количества видеоконтента, предоставляемого на цифровых платформах, в последнее время резко вырос спрос на видеоредакторов. И знаете, внимание — это новая валюта, все об этом говорят. Вы видели эти завирусившиеся нарезки подкаста Джо Рогана или моего мною ненавидимого Эндрю Тейт? И это все скиллы монтажера. Если вы умеете монтировать видео именно так, чтобы были сотни тысяч просмотров, вы без работы не останетесь. Если у вас есть опыт редактирования видео, которое улучшило время просмотра или увеличило удержание зрителя на видео, то напишите мне. Я сейчас ищу редактора к своим видео, и мне нужны крутые монтажеры, потому что editing is everything. Последний способ заработать 100 тысяч долларов онлайн — это копирайтинг. Написание контента. Смотрите, тут девочка из Штатов зарабатывала 36 тысяч долларов в год, работая копирайтером на компанию. Она уволилась и стала фрилансить на Fiverr, и сейчас она зарабатывает 378 тысяч долларов в год. А это почти 32 тысячи долларов в месяц, вы представляете? Сейчас она создала свою компанию, нанимает других копирайтеров, и она может это сделать, потому что у нее уже есть обосновавшаяся клиентура. Вернемся к копирайтингу. Так как мой бизнес предоставляет креатив для корейского рынка, я зашла на KMO, это корейский файлер. Я искала там копирайтера, который мне напишет скрипт к рекламе на корейском. Знаете, сколько они меня попросили? За три скрипта к трём 30-секундным видео они попросили мне 200 долларов. Но давайте на секундочку вернемся к вирусным видео. Прибыль на инвестиции ROI несравнимая просто. Как мы уже видели, от одного 15-секундного видео бренд может заработать 300 тысяч долларов. Поэтому 200 долларов за один скрипт, это просто вообще несравнимо. Поэтому стоит ли хороший копирайтинг этих денег 100% в наше время с вирусным алгоритмом TikTok, YouTube и так далее 100% стоит. И, ребят, на этом всё. Надеюсь, вам понравилось. А чем хотела закончить это видео? Это то, что за все эти фриланс-скиллы, ну там, не говоря о Wildberries и так далее, можно зарабатывать больше, если вы знаете английский язык. Поэтому, пожалуйста, изучайте английский, расширяйте возможности нахождения клиентов. Да и просто потому, что на Западе за те же самые скиллы платят больше. И это факт. На этом всё. Подписывайтесь на мой канал для следующих видео. И увидимся совсем скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok